Всем привет, это снова Айса, и сегодня у нас на обзоре новинка, ну так сказать новинка, на самом деле три недели уже назад вышел этот тональник, это даже не тональник, это Skin Perfecting Foundation Balm, который называется Good Apple от KVD Beauty, это вот хит тикток, который просто везде раскупили собственно из-за тиктока. Им я пользуюсь уже 4 дня, и у меня уже есть какое-то мнение о нем сложившееся, плюс еще у нас будут горячие новинки от Hermes, это румяна в оттенке Rose Nui и бальзам, который Rosy Lip Enhancer, просто такой тинтованный слегка бальзам в оттенке Rose Tan. На Hermes у меня собственно будет первое впечатление, потому что я только вчера получила эти продукты, и Good Apple я уже протестировала хорошо достаточно, посмотрела просто кучу обзоров, в частности я посмотрела обзор Мел Томпсон и Роберта Уэлшем, и там вот я посмотрела как Роберт Уэлш наносит этот бальзам, он наносил его кистью прям совсем чуть-чуть, и на нем это кстати нормально смотрелось, и собственно у него впечатления были довольно положительные. Мел Томпсон сравнил этот тональник с Huda Beauty 4 Filter Luminous Matte, это вот новый тональник от Huda, который без запаха, и действительно я короче наносила на одну половину лица вот Huda Beauty, и на вторую половину лица KVD Beauty, никто честно говоря особо не увидел большой разницы, и честно говоря большинству понравилась сторона с Huda, и мне тоже сам понравилась больше сторона с Huda, плюс Huda она стоит 40 долларов, здесь 35 миллилитров, и Good Apple от KVD Beauty стоит 38 долларов, но здесь 10 грамм всего лишь, ну и как бы если посмотреть на них, сравнить, то мне кажется продукты гораздо больше в Huda, что самого вот этого Good Apple нужно прям совсем чуть-чуть набирать, что Luminous Matte тоже совсем немного нужно набирать, потому что оба плотное покрытие, и оба продукта нужно прям хорошо распределить по коже, если слишком много переборщить и с этим, и с тем, то получится просто у вас маска, а не лицо, поэтому в принципе расход минимальный, что здесь, что тут, и мне кажется все-таки Huda выгоднее получается, чем Good Apple Foundation, какие еще плюсы есть у этого тональника, почему мы можем его купить, тут во-первых полностью recyclable упаковка, то есть можно переработать все, выглядит она конечно не очень, ну в принципе удобно наверное брать с собой, плюс еще такой формат как бы легкий, и наверное можно где-то сделать, взять с собой Beauty Blender или кисть, и просто поправить где-то тоналку, хотя его не нужно на самом деле поправлять, потому что он нормально носится, но и Huda тоже нормально носится, и поправлять ее тоже не нужно, ну наверное как travel версия, все-таки Good Apple лучше, чем Huda, здесь еще здесь в составе заявлены экстракт яблока и гиалуронка, и позиционируется вообще тональник самим брендом, как кожа с сухой и нормальной, целью этого тональника еще увлажнять кожу, я не знаю насчет увлажняющего эффекта, но кожу он мне точно не сушил, он не комедогенный, у меня вроде не было никаких прыщей после него, и еще забавно, что он был вдохновлен блеском веганской кожи, люди у которых диета основана на растениях, у них типа кожа как-то так нереально светится, что бренд вдохновился именно веганской кожей, что еще заявил бренд, здесь такой финиш, как там написано было fresh matte, то есть свежий матовый, это типа не матовый, но и не такой прям сильно влажный, ну на самом деле да, здесь вот финиш, который такой вот довольно сияющий, но не так прям, как жирный блинчик, с этим я согласна, что еще они сказали, что очень легкий тональник, который можно наслоить до полного покрытия, с этим тоже наверное соглашусь, единственное, что его прям очень мало нужно, и мне кажется, многие получили негативный опыт, когда прям вот много наносили этого тональника, особенно так, как его в тиктоке наносят прям вот таким большим шматом таким на кожу, когда вот просто лицо как маска получается, это наверное прикольно, эффект мгновенный, но потом все это будет очень красиво носиться, если наносить, как там Роберт Уэллш наносил или Мал Томсон, Мал Томсон наносил его блендером, прям очень сильно вот так вот втирая в кожу, маленькое количество продукта, и Роберт Уэллш, собственно, наносил кистью то же самое, прям слегка совсем нанося на кожу, и в принципе у них обоих было такое нейтрально положительное мнение, к которому я тоже присоединяюсь, мне кажется, хороший тональник, в принципе, если вам нравится полное покрытие, и если наносить его мало, и если у вас нет хода Beauty 4 Filter, потому что вот они на лице просто почти абсолютно одинаково смотрелись, но вообще, конечно, я тоже не понимаю этот хайп, да, вокруг этого тональника, и мне кажется, большинство людей, те, кто не делал прям первое впечатление, да, те, кто вот поносил, попробовал его в течение нескольких дней, у них тоже было такое нейтрально положительное впечатление об этом тональнике, да, что вроде хороший продукт, но непонятно, чего такой хайп, плюс еще немножко дороговато все-таки выходит, 10 грамм за 38 долларов, это немножко многовато. Ну что, давайте я начну наносить, собственно, продукт, вот набираю прям совсем чуть-чуть, видите, и это, мне кажется, почти на все лицо мне хватит. Ну, не на все лицо, я, конечно, перегнула палку, наверное, все-таки на половину лица, и вот тут вот нужно чуть-чуть поднаслоить, плюс на подбородке у меня прям нужно побольше покрытия, конечно. Так, ну и пока наношу, надо рассказать про свою кожу, потому что тип кожи у всех разный, и тональники на всех будут по-разному носиться, мне 33 года, у меня кожа склонная к сухости на щеках, и жирная в Т-зоне, то есть она у меня комбинированная, склонная к высыпаниям на подбородке. Насчет пор, жиренный пор у меня вот на носу, и еще покраснение вокруг носа, немножко кое-где есть вот с повреждением солнцем, как это называется, sun damage, то есть у меня гиперпигментации где-то повылазили, вот, а в целом больше особо у меня жалоб нет. Плюс еще я увлекаюсь ретиноловой терапией, у меня постоянно, периодически просто шелушится кожа, поэтому у меня есть какие-то вот прям очень сухие участки, и говорю, забегая вперед, мне кажется, для этого тональника основное испытание, это когда вот действительно есть какие-то текстуры на коже, да, сухие, он начинает эти текстуры подчеркивать, но мне кажется, это вот все такие вот тональники с полным покрытием особенно это делают, и здесь вот единственный вариант, как бороться с этим, нужно взять какой-нибудь очень плотный крем, типа а-ля там Charlotte Tilbury Magic Cream, который я пользовалась вот этим, Augustine Bader, я не знаю, Augustine Bader, короче, не знаю, название бренда правильно прочитать, там мне дали такой прям довольно такой большой пробник, и я им хорошо перекрывала все свои шелушения, такой прям очень жирный такой прям крем, а-ля Nivea в синей баночке, и с такими вот кремами у меня потом, ну, вроде как эти текстуры не сильно видны. Ну вот, решила вам показать вблизи, как все это смотрится, видите, вот там, где у меня кожа не шелушится, он смотрится нормально, ну вот возле носа, посмотрите, видите, как все мои шелушинки подчеркнулись. Сегодня самый, мне кажется, ужасный день, как этот смотрится тональник, в остальные дни было все нормально, я вам потом покажу чекины в другие дни, и покажу вам сравнение с худой. Сейчас, вот видите, я говорю, где кожа в хорошем состоянии смотрится нормально, где она сухая, все подчеркнуто. Ну, опять же, никто не будет ко мне подходить вот так близко и смотреть. Но вообще, конечно, люди с сухой кожей, учитывая, что это вот одна из таргетированных аудиторий этого тональника, я не знаю, что вы будете делать. Ну, прошло уже часов 10-9 носки, и вроде все нормально смотрится. Единственное, вот здесь вот, где у меня сухая кожа, хуже всего выглядит, но это, естественно, особенно для тональников с полным покрытием. Вот в носогубке мои немножко запал тональника, так, в принципе, мне кажется, очень хорошо смотрится. Я трогала лицо постоянно, делала йогу, лбом елозила по мату, и, в принципе, все нормально сохранилось, и вообще быстро зафиксировался тональник. Ну, я пока вроде довольна. Так, хотела вам показать, как выглядит худо против Кеви Ди Гудаппл. Ну, как против? Просто, мне кажется, оба не похожи по финишу. Ну, да, вот как Мэл Томпсон сказал, что не похожи, так я об этом не могла прекратить думать, и поэтому решила попробовать нанести на какую-то сторону худо, на какую-то сторону Кеви Ди Гудаппл. Можете сказать мне, на какой стороне у меня что? Потому что, мне кажется, очень похоже выглядит все. Но вообще не буду дальше вас смущать, и скажу, что вот на этой стороне у меня худо, на этой стороне у меня Гудаппл, и смотрятся они действительно похожи, одинаковое, это такое легкое сияние. Кеви Ди Гудаппл чуть больше сияет, у меня сейчас просто пудра, в качестве пудры я использовала палетку Хиндаш, у меня, кстати, и бронзер оттуда, и румяна. Единственное замечание, там, где у меня сухие участки кожи, у меня видно оба этих тональника, чуть-чуть подчеркивает текстуру, но так вообще, мне кажется, и покрытие, плотность покрытия одинаковая, и финиш почти одинаковая, особенно если слегка припудрится, вообще смотрится одинаково. И вот, собственно, вот такой вот результат, в принципе, кожа сияет, если вот близко даже к вам не подходить, не видно, да, что у меня вот здесь вот кожа, да, шелушится, ну, так я понимаю, потому что видно, мне кажется, это только вот прям очень вблизи, вот когда я вот так вот смотрю, я это вижу, мне кажется, на видео это не будет заметно. В общем, ну, нормальный тональник, я не знаю, я просто не очень люблю вот такое вот плотное покрытие, поэтому он бы у меня и не был бы никогда любимчиком, все-таки я люблю вот что-то такое полегче, типа Dior Natural Nude или Fenty, да, где вот финиш прям такой естественный. Здесь все-таки вот не совсем мое, плюс еще, мне кажется, вот мне с моими шелушениями вот такие вот плотного покрытия тональники, они не особо, не особо подходят, поэтому, честно говоря, даже сравнивая вот эти два продукта, да, For Filter от Huda и Good Apple, я все-таки Huda выбираю, мне она больше нравится, все-таки финиш здесь какой-то вот посимпатичнее был, и в Huda не так сильно у меня вот эти шелушения подчеркивало, как мне показалось. Плюс здесь, опять же, больше продукта и цена вообще одинаковая. Здесь нет SPF, здесь тоже нет SPF, здесь нет алкоголя, насколько я поняла, и здесь тоже нет алкоголя, я поставлю где-нибудь вот здесь вот состав этого тональника. Здесь нормальный вроде состав, ничего такого у меня в глаза не бросилось ужасного, хотя я тоже не разбираюсь нифига в составах. Не знаю, рекомендую я вам или нет, но я бы на самом деле больше вот Huda вам рекомендовала, потому что здесь, опять же, я уже сказала, по каким причинам. Это вот просто, если вот прям очень хочется что-то такое хайповое попробовать, либо если вы хотите вот что-то такое вторичная переработка, да, что-то более экологичное купить, то берите, конечно, KVD тогда. Ну, или если вам нравится форма такого выпуска, да, когда что-то не жидкое, а вот именно как бальзам, плюс вы верите, что он реально увлажняет кожу, я не знаю, я, честно говоря, не замечаю, потому что все равно у меня там куча просто ухода обычно идет под тоналку, только не сегодня почему-то я забыла обновить мой уход, потому что уже довольно поздно я села снимать. Ну, такой, в общем, продукт, я продолжу, наверное, им пользоваться, потому что что уж раз купила, и продолжу пользоваться Huda, и Huda, наверное, все-таки чаще буду это делать. Так, давайте переходить к Hermes. Ну что, румяна вот в такой вот упаковке пришли, пришли они еще с пакетиком, как всегда, традиционного оранжевого цвета от Hermes. Все тут, блин, конечно, коробка в коробке. В общем, в обычной такой вот белой коробке внутри здесь еще оранжевая коробка, и в оранжевой коробке здесь вот так вот двигаешь, и получается здесь уютно пристроились красивые румяна. Мне очень нравится оформление, я видела, кто-то в комментариях написал, что мне не нравится, как выглядят эти румяна. Мне кажется, очень прикольно, не знаю, здесь прям очень в стиле бренда, мне кажется, хотя это уж такой знаток Hermes, мне кажется, это единственный продукт от Hermes, который я когда-либо куплю. Внутри, значит, румяна выглядят вот так, все очень красиво сделано, такое качественное зеркало внутри. Открываешь, они сразу начинают очень сильно пахнуть. Я не любитель вообще ароматов в косметике, поэтому, ну, не знаю. Тут хотя бы запах не противный, вот Gucci прям вообще, прям сбивал с ног своим запахом пудра, которая пудра и бронзер от Gucci. И бальзам, собственно, выглядит тоже опять же в белой коробке, есть оранжевая коробка, там еще такой вот пыльник. Кстати, странно, но с румянами пыльника не шло. Я не любитель пыльников, но кто-то, наверное, будет этим разочарован. Вот помада, значит, помада бальзам. Выглядит вот так. В утке яйцо, в яйцо игла, и в игле там все спрятаны на смерть хащея, значит, и вот все там упаковано в 300 раз. Очень красивая помада, прям вообще, ну, не знаю, мне кажется, это самая красивая помада из всех, что у меня есть. Просто уровень, здесь вот такая вот магнитная защелка, можно сидеть, играться. И сам бальзам выглядит очень красиво, такой немножко матовый финиш у помады, и написано здесь Hermes. Цвет тоже мне очень нравится, но еще, видите, ничего не пользовалась. Давайте уже, наверное, наносить оттенок. Я не сказала, сколько стоит. Румян стоит 77 долларов. Бальзам тоже что-то в районе 70, мне кажется, стоит. Недалеко ушел, хотя, мне кажется, румян обычно подороже стоит, чем всякие бальзамчики. Вот, посмотрите, как выглядит рефил. У меня в оттенке Rose New Year, я еще раз напомню. Самый темный цвет, ну, один из самых темных цветов, которые там были, потому что я посмотрела всякие разные видео со свотчами, и люди там понаслаивали несколько раз, потому что пигментация такая довольно средняя, что не страшно, потому что я прям сильно-сильно, я сильно пигментированные румяна тоже не очень люблю, поэтому я не жалуюсь. Давайте, наверное, сделаем свотч сначала. Очень приятненькие такие румяна на ощупь, но не могу сказать, что что-то прям с чем-то. Вот этот принт, он чувствуется прямо пальцем. Вот так выглядит свотч. Красивый цвет, вообще совсем не темный, мне кажется, прям вообще очень уместный цвет. Там просто такая девушка темнокожая рекламирует этот оттенок, что я подумала, блин, может они не слишком темные будут, но оказалось, что нет. Кисть возьму от Refor, и это моя любимая кисть для румян. Блин, мне очень нравится оттенок, и сами румяна, они такие интересные, они вроде как бы матовые, но при этом они слегка, чуть-чуть прям капелюшечку сатиновые, и выглядит это очень красиво на коже. Блин, ну конечно не на 77 долларов, но мне кажется, есть какая-то разница между моими другими румянами и этими от Hermes. Я забыла вам сказать, что вообще вышло в этой серии румян 8 оттенков, я говорю, у меня один из самых темных, Rose Nui. Свотчи других оттенков я постараюсь сюда куда-нибудь вставить, и вышли уже видео от Harpers Bazaar, по-моему, с этими свотчами, есть в инстаграме у некоторых людей эти свотчи. Чем кто ищет, тот всегда найдет. Если вы думаете насчет, где найти посвотчить, то есть, насколько я знаю, в ЦУМе в России, в других странах, честно говоря, без понятия. Я попыталась сделать свотчи, вот этот вот верхний Hermes, Hermes Rose Nui, потом Nars Deep Throat, Nars Torrid, потом вот этот Essence, 60 Beaming и вот этот Lorac Pro, самый такой блестящий, здесь Nars, я не знаю, как даже оттенок читается, Гулю, и последний здесь Суку. В общем, как видите, прям один в один ничего нет такого оттенка, слава богу. Было бы обидно, если бы какой-нибудь Essence за, не знаю, 5 долларов был бы таким же, как и оттенок у Hermes, но видно, что здесь вот легкий такой сатиновый отблеск, не такой сатиновый, как, например, у самый такой блестящий здесь Lorac Pro. Самый пыльный это Essence, и вот Nars тоже здесь вот верхний оттенок, который Deep Throat, он немножко с такими золотистыми блесточками. В общем, здесь видно, что они слегка сатиновые, но никаких блесток, все очень элегантно выглядит. В общем, довольно я румянами, хотя, в принципе, Суку тоже такой вот легкий сатиновый отблеск дает, но без всяких блесток тоже симпатичный финиш. И бальзам, я не сказала, еще есть еще два других оттенка, но они довольно светлые. Вот этот вот он самый темный был из трех, поэтому я его и купила. И, вернувшись назад, наверное, купила бы его снова. Очень естественно смотрится все это дело. То, что они прям пахнут, это, конечно, меня немножко отвлекает и раздражает, но хотя бы, я говорю, запах не такой уж неприятный. Пахнет какими-то цветами, розами. И вот такой вот финиш у румян. Блин, красивый румяна. В общем, я довольна. Все-таки, конечно, не на 77 долларов, но учитывая, что это все очень красиво выглядит, очень красиво запаковано, и, опять же, это, наверное, единственная вещь, которую я куплю у Hermes, наверное, я все-таки довольна, что купила эти румяна. И давайте перейдем к бальзаму. Бальзам уже как-то ягодно пахнет, но прям слегка. Блин, красивый цвет такой. Я даже не ожидала, что будет он довольно выраженным. Все-таки, ну да, это самый темный оттенок, который был в наличии, было там три вообще оттенка. Этот был самый темный, и, мне кажется, блин, очень красиво. Ну, опять же, не на 70 долларов, но выглядит симпатично. Я почему-то думала, что это будет просто прям такой бальзамчик с легким тинтом. Тут прям, ну, нормально. Цвет прям нормальный такой. Можно даже в качестве помады носить. Слушайте, мне прям очень нравится. Единственное... Вот на вкус, как будто я пью, не знаю, какой-то парфюм. Не то, чтобы у меня был опыт распития одеколона каких-нибудь, но прям вот этот аромат очень настойчивый. И мне сначала показалось, что от него горло немеет, но вроде нет. Вообще-то, наверное, да, немножко прям совсем чуть-чуть немеет горло от него. Лучше, конечно, его не слизывать. Ну, не знаю, выглядит ли все это на 140 чем-то долларов, но, по крайней мере, это все симпатично. И рада, что я, по крайней мере, не разочарована. Это вот такие продукты. Я не знаю даже, как их рекомендовать, потому что, естественно, они не стоят своих денег, потому что, блин, ну, что вот... Какого рода должны быть продукты, чтобы оправдывать свою цену в 77 долларов? Да, это вот как? Ты наносишь, и, да, и сразу такая прям клеопатра выходишь. Вот. Ну, естественно, здесь такого нет. Просто хорошие, красивые румяна. Классный оттенок, классная формула. Очень красивое оформление. Так что, ну, я не знаю, смотрите сами. Я не жалею, что я купила. Если бы вернуться назад в прошлое, я бы еще раз их купила, честно говоря. Мне кажется, я прям часто буду им пользоваться. Здесь такой оттенок очень... Очень такой освежающий, мне кажется. И я не выгляжу... Ну, это бывает такие вот розовый какой-то оттенок, который меня делает прям девочка-припевочка. А здесь, мне кажется, такой вот прям очень натуральный. Не знаю, может, потому что они 77 долларов стоят. Я себе так успокаиваю, что я буду часто пользоваться. Но действительно, мне вот прям нравится, как это на коже смотрится. Бальзам тоже очень классный. Это вот уже что-то такое среднее между тинтом, мне кажется, и бальзамом. Здесь достаточно цвета. В общем, я буду носить как помаду. В общем, довольна продуктами. И, в принципе, и даже Good Apple это тот KVD Beauty. Вот Good Apple я бы, наверное, больше не купила, если вернуться назад. Это потому что все-таки у меня уже есть худо. Плюс я не любитель плотного покрытия. А Hermes, мне кажется, я довольна, что купила. Ну, собственно, на этом все. Спасибо большое, что посмотрели до конца. Напишите вообще, будете покупать что-то от Hermes? Или вы ждете выхода KVD Beauty Good Apple, или у вас уже есть эти продукты. Поделитесь своими впечатлениями. Те, кто читает ваши комментарии, им все-таки интересно мнение реальных людей. Поэтому всегда пишите комментарии, даже если они кому-то могут быть очень-очень полезны. Ну, в общем, как всегда, спасибо, что досмотрели до конца. Пока!